Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова. И в этом выпуске я познакомлю вас с книгой «Шураська» Николая Ларионова. Николай Ларионов – чувашский поэт, прозаик, публицист, журналист, заслуженный работник культуры Республики Чувашия, член Союза писателей России, эксперт издательского дома «Ульяновская правда», автор 11 книг. В 2017 году Николай Николаевич стал лауреатом гранта Министерства печати и информационной политики Республики Чувашия среди авторов рукописей книг для детей и юношества на чувашском языке в номинации для дошкольников и учащихся младших классов за книгу «Шураська». Кстати, эта книга заняла первое место в конкурсе книг для детей и юношества на чувашском языке. Кеты. У тетушки Катерины есть коза. Зовут ее Кеты. Она – местная знаменитость. Рогатая отличается от других сородичей своим крутым нравом. Ее обходят стороной даже бродячие собаки. Многие на себе испытали силу ее рогов. Знают, если боднет вбок, то даже ребра может сломать. Как даст рогами с размаху, так и улетишь прочь. В уличных разборках Кеты всегда побеждает собак, а потом гордо наблюдает за их позорным бегством. Ее неприязнь к собакам объясняется просто. Когда она была маленькой, ее укусил какой-то пес. С тех пор она терпеть не может собак. Кеты всегда готова их забодать. Стоит им только показаться, так она сразу устремляется в атаку. Кеты, будучи еще козленочком, демонстрировала чудеса смекалистости. Была к тому же невероятно шустрой. А характер показывала только собакам. К людям она относилась спокойно. Как-то раз тетушка Катерина завязала свою козу за рога веревкой и повела через овраг на лесную полянку. Не отставали от них и три козленка, которыми козочка недавно обрадовала тетушку. Одной из них была Кеты. Когда вечером возвращались домой, Катерина заметила, что надвигаются темные тучи. Значит, скоро будет дождь. Поэтому она развязала веревку и отпустила козу на свободу, чтобы та вместе с козлятами быстрее добежала до дома. «Уводи козлят! Поторопись, а я тихо доберусь своим ходом», — объяснила она козе. Видимо, та поняла хозяйку. Коза и козлята быстро поскакали домой. Начался дождь. Засверкали молнии, загрохотал гром. Тетушка Катерина благополучно спустилась в овраг, но подниматься ей было уже не в моготу. И берег крутой, и тропинка стала ужасно скользкой. Никак ей не преодолеть подъем. Она старательно карабкалась вверх, однако через несколько шагов соскальзывала обратно. А потом и вовсе упала. Тут к ней подбежала маленькая Кета. Она вернулась. Видно, хотела помочь. Откуда только она узнала, что хозяйка попала в беду. Тетушка Катерина, стиснув зубы, на четвереньках поползла вверх, но ничего у нее не вышло. Опять соскользнула обратно. Тут козленок стал ей помогать. Уперся ногами и начал толкать головой хозяйку. Невероятно, но это сработало. Мучаясь, они все-таки осилили подъем и оказались наверху. Ну и молодчина, спасительница моя, какая ты, оказывается, умная, поблагодарила козочку тетушка Катерина. Когда Кета чуть подросла, она стала известной не только на своей улице, но и на селе. Как-то она зашла в церковь и умудрилась по лестнице подняться аж на колокольню. А там несколько колоколов. Есть и маленькие, и большие. С каждого свисает веревка. Кета захотелось немного поиграть с одним из колоколов и в результате зацепила рожками веревку. Колокол издан звон. Козочка испугалась, подпрыгнула, стала мотать головой. Так она зацепила и другие веревки. Тут же зазвенели и другие колокола. Кета испугалась не на шутку, стала еще сильнее подпрыгивать и мотать головой. Начала жалобно блеять она. Но из-за громкого и непрерывного боя колоколов ее никто не услышал. У церкви собралась толпа. Что случилось? Почему звонят? Время службы еще не подошло. Не пожар ли вспыхнул где-нибудь? Недоуменно спрашивали люди друг у друга. Многие осеняли себя крестными знаниями. Несколько человек поднялись на колокольник, а там, оказывается, коза запуталась в веревках. Вот такое дело ночью дело Кета. Подняла на ноги все село, напугала народ. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Очень трогательный сборник детских рассказов. Читала вместе с дочкой, временами даже подступали слезы. Книга учит детей доброте и настоящей дружбе. Рекомендую к прочтению. Дочке книга тоже очень понравилась. В книге Шураська есть не только забавные, но и грустные истории, которые трогают до глубины души. В одном рассказе хозяева оставляют собачку по кличке Ишпутка на привязи во дворе в период половодья, а добрые люди спасают лохматого героя. Книга будет полезна детям, ведь чем раньше, донести до них разницу между добром и злом, тем будет лучше для всех. Книга очень понравилась. Поучительные и трогательные рассказы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Автор заставляет задуматься о вечных ценностях, дружбе, взаимопомощи, сострадании к ближнему и формирует у детей правильные жизненные ценности. А когда она стала совсем взрослой, то показала себя настоящей героиней. Однажды тетушка Катерина и ее десятилетняя внучка Алине пошли в лес за ягодами. Увязалась с ними и Кета. День теплый, солнце греет вовсю. Бабушка и внучка с удовольствием собирают ягоды. Кета тоже от них не отстает, лакомится молодыми ветками кустарников. Погодите, что это такое? Катерина подняла голову и чуть не свалилась с испугов. На бугорке сидит волк и внимательно смотрит на нее. А внучки рядом нет, она на той стороне бугорка. Тетушка не знает, что делать. Она боится позвать к себе внучку, как бы волк не напал на нее. Что же делать? Трудно сказать, что было бы дальше, если бы не Кета. Коза тут проявила свою решительность. Она же ненавидит собак. Поэтому рогатая без раздумий ринулась на волка и с размаху боднула его. Зверь издал громкий виск, тут же побежал в лес и моментально затерялся в чищении. Вот так Кета прославилась на все село. Ее теперь знают все, хвалят за то, что она ни капельки не боится волков. После того, как она победила волка, собак к себе и близко не подпускает. Да и у тех нет интереса поближе познакомиться с ней. Ишпутка. Деревня Юшкел вытянулась вдоль речной долины. Весной речка выходит из берегов и затопляет всю округу. Вода доходит почти до крайней улицы. Поэтому на этой улице из семи домов живут только в двух. Остальные пустуют. Люди отсюда переехали. Здесь проживают супруги средних лет и тетушка Урине, которой скоро будет 80. Этой весной из-за теплой погоды вода стала пребывать стремительно. Утром она только приближалась к деревне. К обеду уже заняла нижнюю улицу. В этот момент к дому супружеской пары подъехала автомашина и люди поспешно стали грузить вещи. Посаженная на цепь собака бегала вокруг конуры. Хочет, чтобы ее освободили. Бедняжка скулит, роет землю, но хозяин не обращает внимания никакого на собаку. Закончив погрузку, супруги сели в машину и она тронулась с места. Сторож дома остался на привязи. Хозяева даже не удосужились отцепить его. Вода все приближается к дому. Собака запаниковала. Тетушка Урине, услышав громкий лай, вышла на улицу и освободила бедняжку. Айда, Ишпутка, ко мне. Хозяева тебя бросили. Мы с тобой никому и не нужны. Ты одинокая, я одна. Выделю тебе место в повете. Благо, пол там высокий, пересидишь в половоде. В этом году вода зальет подполье. Это чувство. Может, дом затопит. Но никуда не пойду, свой дом не покину. Мы с тобой вдвоем как-нибудь переживем поводок. Успокаивала старушка собак. Урине перенесла в навес все необходимое. Хлеб и пряники, матрас и одеяло, воду в пластиковых бутылках. Даже сварила кастрюлю картошки. Пока возилась, вода зашла уже во двор. Урине помогла собаке подняться по лестнице в повец. Но следующий день после обеда дом все-таки затопило. Вода стояла на уровне пола. Три дня прожили под навесом старушка и собака. Когда вода ушла, спустились в грязный двор. Собака не ушла к своей конуре. Осталась у тетушки Урине. Так одинокие сердца нашли друг друга. Скоро вода полностью ушла. Речка вернулась в свои берега. Взошла изумрудная трава. Однажды Урине сидела перед домом на лавке и заметила приближающуюся машину. Сравнявшись со старушкой, автомобиль остановился. Из кабины вышел мужчина. Тот самый сосед. Увидев бывшего хозяина, собака заволновалась. Прижала хвост и шмыгнула во двор. Половодие мы переждали в соседнем селе у старшей сестры. Вижу, что ты приютила и шпутку. Придется собачку забрать обратно. Сказал сосед, даже не поздоровавшись. Конечно, можешь взять. И шпутка твоя. Признаюсь, она меня здорово выручила. В трудное время я не осталась одна. В повете мы были вдвоем. Разумеется, она не человек, но живая душа. И шпутка находилась рядом. Я чувствовал, что собака понимает меня. Поэтому нам не было скучно. Ответила она тихо и грустно. Мужчина и старушка зашли во двор за собакой. И шпутка, пошли домой. Я вернулся, громко позвал мужчина, радостным голосом приближаясь к собаке. Однако та, услышав его голос, быстро забежала в сарай и забилась в угол. Она оскалила зубы, глаза были злобные. «Ты что, хозяина не узнала? Айда домой!» – крикнул сосед в приказном тоне. Собаке это не понравилось. Она чатинялась, зарычала. Мужчина этого явно не ожидал. «Ты что, и шпутка, чего чураешься? Уже успела меня позабыть? Я же приехал за тобой!» – растерялся бывший хозяин собаки. Они посмотрели друг другу в глаза. «Ты не помнишь меня? И шпутка?» – спросил мужчина и бросил под ноги собаки свою фуражку. «Нюхай! Вспомни мой запах!» Как только фуражка упала на землю, собака набросилась на нее и с рычанием стала рвать в клочья. Вмиг от фуражки остались одни лохмуте. Увидев ярость собаки, мужчина испугался не на шутку. Глаза его расширились. Он стал тихонько пятиться назад, не отводя при этом глаз от ишпутки. Дойдя до ворот, сосед дрожащими руками стал искать щеколду. Нащупал ее, приоткрыл ворота. Стримглав выскочил на улицу и побежал к машине. «Шураська» – книга-перевертыш. Под обложкой, с одной стороны, рассказы на русском языке, а с другой – они же, но уже на чувашском. В книге много рассказов, которые трогают за душу, а некоторые даже невозможно читать без слез. С первых же строк понятно, что автор – настоящий друг природы. Здесь собраны рассказы о животных и птицах. И в этих рассказах автор учит добру и взаимопонимание. На житейских примерах показывает, как это важно. Вокруг героев произведения Николая Ларионова всегда происходят интересные события. То они держат в доме ужа, поят его молоком, а затем наблюдают за его схваткой с гадюкой. То вместе с игрушками поедают сладости. То приносят одинокому старику щенка. Все сюжеты автор берет из реальной жизни. Возможно, поэтому его произведения заставляют сопереживать и сочувствовать. Эту книгу вы можете найти в отделе краеведческой литературы и библиографии в нашей библиотеке. А вы читали книгу рассказов Шураська? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok